Спасибо большое, друзья. Я понимаю, что вот эта часть с этими цифрами, вы уже часто ее слышите, она, возможно, не так вам интересна. Да. Часть про технологию, про техническую часть у нас ведет к раконскому выступлению, но отчетная встреча, она как бы том и отчетная, что мы подводим в итоге к ведущему и ставим цели на будущее. Вот эти вот цели, которые Паша сейчас рассказывал, мы когда начинали, мы еще сами-то не знали, если честно, насколько оно быстро пойдет и пойдет и вообще и так далее. Поэтому прогнозировали, ну, так скажем, не основываясь на фактах. Сейчас мы имеем результат, мы имеем много друзей, всех участников, здесь подтверждение. Соответственно, и нам нужно сейчас как-то вам показать наше видение, наше видение. То есть, вот, знаете, когда ставится какая-то цель, такая большая, не знаю, поставить предприятие, оно в какой-то случае, ну, творческое такое. То есть, там много процессов, там не видно точного пути действия. Потом тогда большая цель, она берется и разбивается до маленьких шагов, то есть, для механических шагов, для простых. Если понять, я здесь, кстати, учился в компании «Бизнес-молоды» в 2014 году, мы здесь вот сразу дошли в свой стол, и вот я сидел там. Тогда, ну, все это было задумано, вот, от краудинвестинга после того, как я отучился. Вот, и там многое слово «декомпозиция», декомпозиция, то есть, это разбивка большой глобальной цели, которую сделает это непонятно, до каких-то конкретных, понятных, маленьких шагов и основанных на неких тестах. То есть, мы попробовали, работали, значит, повторяем сколько-то раз. Вот, в чем выражается, потому что, не знаю, 20-20 лет уже, да, никаких, ну, по-прощению на презентации, посмотрели, помню. Какие планы? Значит, следующим образом, кто увидел наш план реализации проекта, увидели, что на второй год у нас план был 600 миллионов рублей. Этот план также остается, но это план некий минимальный, или это, достаточно творительный для реализации проекта. Мы же планируем за этот год, мы понимаем, что мы, ну, у нас не будет такого, столь-то яркого экспонента, как была, да, у кого-то, но мы понимаем, что все равно будем расти, и поэтому мы для себя планируем, что мы привлечем где-то 1,2-1,5 миллиарда рублей за год, который начался. И в следующем году мы с вами соберемся. Аудитория, ну, я думаю, уже будет такая, скорее всего, в космосе, в большом зале, где у нас будет, там, порядка тысячи человек у нас сидеть, да, и мы вот так же, там, может быть, спалом, и, вернее, надеемся, что не только спалом, у нас большие, большие, там, группы ненамышленников, что мы так же будут выступать, так же, чтобы делиться, рассказывать, выступаем, и с радостью, да, с гордостью отчитаемся о том, что привлечено более 1,5 миллиарда именно за тот год. А для этого достаточно простые шаги и достаточно простых цифр, как все это уражается. Смотрите, для того, чтобы нам обеспечить 1,2-2 миллиарда рублей инвестиций за следующий год, нам, соответственно, нужно всего лишь 20 тысяч инвесторов. Вот, на текущий момент у нас есть 5, да, вы видели, нам нужно просто в 4 раза больше. За этот год нам вот эта вот огромная база всех, ну, всего того, что есть, привлечь просто в 4 раза больше. То есть разница, да, не с нуля начинает, а сначала просто увеличится. Чтобы у нас было, соответственно, 5 тысяч, ой, 20 тысяч инвесторов, нам нужно где-то 200 тысяч регистраций. Все, конечно, понятно, да, 200 тысяч регистраций. Регистрируются у нас каждые 20-ые на сайте. Соответственно, чтобы было 200 тысяч регистраций, мы можем, там, на 5 миллионов переходов на сайте надо обеспечить. И все наши действия, все вот предприятия, активности, видео, ютуб, социальные сети, телепрограммы, они-то все к этому сводятся. Создание, потом, наша система, которая конвертирует в регистрации, в оплаты, в расстройки, в заводы. Все, то есть оно разбивается примерно так. При этом для того, чтобы обеспечить вот этот, ну, трафик или жизнь, мы создаем определенные действия, да. И вот аж какие основные действия с нами инициированы будут сейчас, вот это, там, летний период. Первое – это создание штаба. Создание штаба в Москве и команды, вот если вы не заметили, у нас пока нет этого места, где мы всем принимаем, всем рады, где проводят регулярные презентации, где сидят отдел маркетинга, отдел, там, в социальных сетях, где-то, там, у нас будет штаб. Вот, и мы собираем команду, мы приглашаем всех участников проектов в команду, кто хочет, кто из Москвы, кто видит все силы, да, то есть обычно команда формируется с тех, кто уже изначально поддерживает проект. Поэтому первое – формируем штаб в Москве. Второе – у нас сейчас, так как готова база, мы не начинали из-за отсутствия договоров, мы проводим, будем проводить обучение региональных представителей. Это наши представители, которые на регулярной основе будут проводить мероприятия во всех регионах, используя наши ресурсы для собрания заводов. Вот, и что-то у нас только поменьше, и в каждом регионе. Для того, чтобы узнать, там нужно, что-то прямое действие сделать, об этом расскажет Паша. Дальше, мы выходим на зарубежные рынки. Кто заметил, да, наш ресурс сейчас, там произведена локализация, и он произведен на 12 языков, то есть теперь, я не знаю, здесь есть, знаете ли, участники из других стран, из других стран, а также в других языках. Но вот здесь мало, да, потому что великая конференция такая больше. Но я знаю, что у нас участники из многих стран, но они работают только по русскоязычной аудитории. Теперь у них есть инструмент для работы с, соответственно, иностранной аудиторией, плюс у нас обречен вопрос приема утяжелия. Я знаю, что технически это тоже важно. Многие не могут перевести просто, потому что они не работают от приема утяжелия. Соответственно, 12 стран мы сейчас открываем, а там начинаем работать, выход за рубеж. У нас будет более качественная деятельность, информационная поддержка, которая будет решать не только вопросы, но и будет помогать вновь зарегистрирующим людям, прийти адаптацию, понятно, куда они попали. То есть люди, которые будут давать облаку силу, связываться, консультировать и так далее. Так, ну и разумеется, да, там у нас будет смена этапа, которая является катализатором и активатором роста. И много-много-много технических моментов, то есть материалов более... Вот кто заметил, что качество материалов изменилось? Да, вот качество материала, с которым вы работаете, видео какие, какого качества, какого содержания. Да, это заслуга, кстати, нашего Александра Сударева. Давайте нам аплодируем его. Смотрим, да, он еще перед вами выступит и, соответственно, расскажет на эту тему. Так, вот такие планы, вот такие у нас новости. Все достаточно просто. Я не буду сейчас какие-то возможности, там не углубляться в подробности. Жень, да, теперь, друзья, я приглашаю на сцену Евгения. Кто знает Евгения, давайте дружно поаплодируем. Спасибо.